Рязанская областная федерация по кикбоксингу, в которой на сегодняшний день тренируется несколько сотен спортсменов, начала свою работу в 2007 году. Можно сказать, что она была вновь воссоздана теми, кто увлекался этим видом спорта и выступал на соревнованиях еще в 90-х. Среди них сегодняшний президент федерации заслуженный тренер России Алексей Земсков. Именно его воспитанники привезли три медали с прошедшего в Томске чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Бронзовую медаль среди юношей завоевал Иван Пиксаев. Владислав Власенко – обладатель серебряной медали. Он только перешел из юниоров в категорию взрослых. На чемпионате он провел пять боев, четыре из которых выиграл, тем самым показав отличный результат. У меня, конечно, положительные впечатления, потому что соперники были все тяжелые. Естественно, это огромный опыт. Опыт и также куча эмоций, что таких серьезных соперников могу выигрывать, их побеждать и двигаться дальше. И это определенный стимул, чтобы развиваться, расти и дальше тренироваться. А вот Павел Авдолян стал чемпионом России, что, по словам тренера, довольно сложно. Народу очень много и Россию выиграть именно во взрослой весовой категории – это очень сложно. Я знаю, что, допустим, попав в сборную на мире, и конкуренция тоже большая. Иногда спортсменам будет легче, чем, например, на России. Павел Авдолян к этому званию шел долго. Спорте он уже 12 лет. Будучи юниором, Павел не раз становился победителем первенства России, а также выигрывал первенство Европы и мира. Однако во взрослой категории это его первая абсолютная победа. И сегодня он обладатель не только золотой медали, но и пояса чемпиона России по кикбоксингу. Рецепт его побед прост. Хорошенько заниматься. Уделять себя полностью в тренировках. Ну и, соответственно, выполнять указания тренера. Теперь Павлу предстоит подготовка к чемпионату Европы, где он в составе сборной представит нашу страну. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».